Всем привет-привет! Вы на канале VODGSN и буквально пару минут назад стартовал клановый ивент. Разработчики выложили возможность получать клановые билеты, необходимые для его прохождения, еще до того, как обновились клановые боевые задачи. И некоторые из игроков успели по несколько билетиков себе взять. Кто-то 5, кто-то 15, кто-то набрал немножко больше. Ну и теперь давайте посчитаем, что необходимо для того, чтобы клановый ивент пройти, насколько сильно придется запотеть в эти ближайшие 3 недели и что вы за это можете получить. В магазине игры, несмотря на то, что разработчики раньше выложили билеты, сами товары, которые вы за эти билеты можете приобрести себе, появились вместе с обновлением клановых боевых задач. Я здесь случайно нажал на приобрести, но поскольку билетов не было, понятное дело, мне бачата никто не начислил. Ну и пока значится как распродано, но я думаю, что после того, как я перезайду в игру, все обновится. Стоимость данного товарища 1650 вот этих вот билетов. За 1500 вы можете взять себе одну из двух машин клановых ивентов предыдущих, а именно 50ТП прототип и Waffentragen Ritter. Если вы любитель тяжелых танков или ПТшек и вам нравится более спокойный геймплей и легкие танки вам не заходят, то я бы рекомендовал остановить свой выбор именно на Waffentragen Ritter. Хотя дальше сами определяйте, что вам больше нравится. Обзоры на все эти машины есть у меня на канале, зайдите, посмотрите. Если вдруг вы не сможете дособрать нормально билетов, то можете порадовать себя АМХ 7 уровня. И если он у вас есть в ангаре, то получить компенсацию за него голдой. Ну а в отношении стоимости машин 9 уровня по 5000. Что же касается АМХ, заходите в новости, смотрите, сколько вам дойдут компенсации. Я думаю, с этим вы разберетесь самостоятельно. Как написано в новости и, в принципе, как говорили об этом разработчики, как получать клановые билеты. Клановые билеты вы будете получать, по большому счету, из трех источников. Первый источник это выполнение ежедневных клановых боевых задач, которые обновляются каждый день. И здесь вы можете забирать по 5 билетов за каждую клановую боевую задачу. Того получается 15 билетов в день. И если посчитать в количестве недели, то это 140 билетов за неделю. Еще 140 билетов вы получаете, по 70 билетов за каждую из клановых боевых задач, недельных, которые выполняете в течение 7 дней. Ну и плюс к тому, вы получаете второй источник, это клановые вот эти вот успехи в количестве 10 пунктов. Чем больше проходите, тем больше забираете. За каждый из вот этих вот пунктов вы получаете по 25 билетов. Суммарно 10 билетов, того получается 250. И это будет, ребят, в течение трех недель. Поэтому вот это вот все необходимо умножить на 3. Ну и плюс к тому, разработчики дали к прохождению вот такой вот, я бы сказал, вполне себе плевый квест на целых 14 дней, за который вы должны сделать 65 побед, играя во взводе. Желательно это делать со своими соклановцами, для того, чтобы проходить параллельно еще и клановые боевые задачи. И за это вы забираете еще 175 билетов. Насколько реально забрать машину, абсолютно бесплатно, ничего не доплачивая. Реально. Но вот только запотеть придется довольно-таки серьезно. Почему так, сейчас попытаюсь объяснить. Значит, смотрите. Давайте предположим, что вы находитесь в не очень удачном клане и все 10 уровней вы забирать не будете. А ваш клан будет забирать, допустим, 8 из 10. Того получается 200 билетов. Плюс к тому, если вы не сильно хорошо играете и не успеваете выполнять клановые задачи, ну, прям на все 100%, то давайте предположим, что в день вы будете забирать по 10 билетов, а не по 15. Но и будете забирать одну недельную клановую боевую задачу на 70 билетов, а не на 140 за неделю. Итого, ребят, получается, что при этой математике суммарно за 3 недели вы соберете себе всего 1020 билетов. Еще 175 билетов вы заберете за выполнение квеста. И таким образом получается, что суммарно за 3 недели вы наберете, ну, в лучшем случае, 1200 билетов. Остальное придется докупать. Если вы более рукастый игрок и вы полностью все вот это вот выполняете, 140 здесь, по 15 тут, то в любом случае, как ни крутись, у тебя все равно будет получаться там на выхлопе как максимум 1345 билетов. И это недостаток 255 билетов для того, чтобы забрать себе хотя бы Waffentragen Ritter за 1500, а не Batchata. Таким образом получается, что пройти полностью весь этот квест и забрать себе новую машину могут только те игроки, которые действительно очень круто запотеют. Я говорю о том, что если вы свой выбор остановите не на 50 ТП прототип или не на Waffentragen Ritter, а именно гонитесь за Batchat. Для того, чтобы набрать 1650 необходимых билетов, вам необходимо, друзья мои, каждый день выполнять все 3 клановые боевые задачи ежедневные. Вам необходимо выполнять 2 клановых боевых задачи недельных каждую неделю в течение ближайших 3 недель. И состоять при этом в клане, в котором ваши игроки будут закрывать все 10 уровней. Вот такая вот, ребят, математика. Старайтесь, играйте, пытайтесь помогать друг другу. Я бы рекомендовал на время квеста, да, и в принципе для выполнения боевых задач играть взводами в режимах, играя втроем, если вы состоите все в одном клане. Это существенно улучшит ваши шансы на то, чтобы забрать себе бесплатно какую-нибудь девяточку. Не обязательно Batchata. Побежал снимать следующее видео специально для вас и планирую проходить данный квест однозначно, потому что как в 50 ТП прототип, так и в Waffentragen Ritter уже есть в моих ангарах. Ну а Batchata мне необходимо забрать исключительно для коллекции. Не думаю, что я часто буду на нем гонять. Мира вам, друзья мои, и обязательно спокойствия. Всем пока-пока.